Власти Филиппин прекращают все совместные маневры с Соединенными Штатами. В Маниле объявили, что откажутся от привлечения американцев к патрулированию в Южно-Китайском море. А также начнут постепенный вывод военного контингента США. Филиппинский президент Родриго Дотерто заявил, что устал от вмешательства Вашингтона во внутреннюю политику третьих стран. Поэтому Маниле отныне не нужны ни враги, ни союзники. Совместная высадка с моря с ликвидацией условного противника – главный пункт американо-филиппинских маневров «Фиблекс». Военные двух стран сработались, но вполне возможно, видя друг друга в последний раз. За последние годы они провели более сотни совместных учений. Чем сильнее накалялась обстановка в Южно-Китайском море, тем больше прежнее руководство островного государства искало поддержки в Вашингтоне. С приходом ко власти Родриго Дотерто ситуация кардинально изменилась. «Я хотел бы уведомить вас, эти учения будут последними. Совместных американо-филиппинских маневров больше не будет». С таким заявлением Дотерто выступил во Вьетнаме на прошлой неделе. Спустя несколько дней он распорядился пересмотреть условия договора о расширении оборонительного сотрудничества с США. По его условиям власти Филиппин предложили Вашингтону 8 баз с правом размещения там истребителей и военных кораблей. Изначально в Маниле пытались смягчить риторику президента, утверждая, что все не так категорично. Но за последние дни стало понятно, что за словами Дотерто последуют реальные дела. «Возможно, нам стоит пересмотреть наши отношения. Получаем ли результаты, которые планировали получить от альянса с американцами? Настало ли время сменить вектор внешней политики? Такие вопросы – естественная часть развития страны». Участники антиамериканских пикетов, год из года выходившие на улицы выступать против маневров с американцами, на этот раз тоже не удержались от демонстраций. Только сейчас в толпе не звучит гневных выкриков. Напротив, активисты всецело приветствуют разворот во внешней политике и благодаря Дотерто за смелость и независимость.